МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнер выпуска новостей – натуральные снеки Эст-Бали Кешью. Это новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях жизни Владивостока. С вами Юлия Ракотская. И вот, что произошло в нашем городе к этому часу. Школу будущего, которая может появиться во Владивостоке, обсудили на Восточном экономическом форуме. Модератором заседания выступил председатель правления Сбербанка Герман Греф. Меня все время удивляет, что на Советском Союзе была прекрасная школа, при этом ужасная экономика и так далее, и так далее. Страна развалилась. Но если была такая прекрасная школа, что ж так было все остальное плохо? Рисуй как Боттичелли на набережной Цесаревича прошел фестиваль, приуроченный к экспозиции в пряморе картины «Мадонна де ла лоджа». Приятно, что город развивается, и мировые шедевры приезжают теперь к нам в гости уже не первый год. Праздник спорта в арт-парке. Штыковские пруды устроили дикие гонки, а также целый спортивный фестиваль. Как вам само мероприятие? Круто? Да, хорошо. Также в выпуске самый большой круизный лайнер за всю историю зашел в порт Владивосток. Еще раз скажем, японская авиакомпания начнет полеты из Токио в дальневосточную столицу уже весной будущего года. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Бюджетники госучреждений в Приморье станут получать больше с нового года. В крае приводится в соответствие с федеральным законодательством, касающейся системы оплаты труда работников. Как пояснила первый вице-губернатор Вера Щербина с 1991 года, администрация края установила районный коэффициент, который выше федерального на 10%. Новым постановлением он приравнивается к федеральному, однако оклады бюджетникам увеличиваются. К заработной плате устанавливается районный коэффициент в 1,2 вместо ранее действовавшего в 1,3. При этом постановление четко регламентирует недопущение снижения уровня зарплаты работникам учреждений. Для этого увеличиваются должностные оклады на 10%. Таким образом, после нового года люди будут получать зарплату на 3,125% больше, чем сейчас, подчеркнула Вера Щербина. Постановление распространяется только на работников бюджетной сферы государственных учреждений. Предполагается, что данная мера позволит привлечь в регион дополнительные федеральные средства для оплаты труда работников и системы обязательного медицинского страхования, а также по переданным с федерального уровня полномочиям в области лесного хозяйства, охраны животного мира, ЗАГС и другим. В Департаменте труда также пояснили, что произведенные Приморской краевой организацией профсоюза работников здравоохранения расчеты об уменьшении зарплаты работников этой сферы не верны. Поэтому информация в социальных сетях не соответствует действительности. Владивосток уже второй день после тайфуна наслаждается солнечной погодой. А тем временем жители города недоумевают. На участках дорог и тротуаров, которые ремонтируют по нацпроектам, вообще нет рабочих. Отсутствует какая-либо деятельность на улицах Кирова и Постышева. А вот на дороге, которая ведет к домам под номерами 10, 10А, 12 на улице Нейбута и к новому Фрегату-2, рабочих не видели уже две недели. Об этом сообщили восьмому каналу жителей микрорайона. При этом ранее для того, чтобы установить бордюрный камень на тротуаре, здесь вскрыли половину дороги и бросили. И теперь здесь есть тротуар, но в результате проезда осталась доступна только лишь одна полоса. Вторая вскрытая для проезда непригодна. Из-за этого каждый день жители близлежащих домов вынуждены стоять в пробках. Для многих горожан остается загадкой, кто конкретно ремонтирует полотно, по какому графику. Как вообще организован процесс и почему техника и рабочие на вскрытых участках не появляются неделями? Как сообщили в мэрии, завершается запрет на работы, который был введен в Приморской столице на время Восточного форума. Уже в ближайшее время рабочие должны вновь вернуться на свои участки и усиленно начать использовать каждый солнечный день. Третий этап летне-осенних гидравлических испытаний стартовал 9 сентября во Владивостоке. Он продлится до 16 числа. Проверки в эти даты подвергнется Фадеевская теплотрасса, в результате чего без горячей воды останутся жители Ленинского района, которые получают тепло от Владивостокской ТЭЦ-2. С 10 по 16 сентября от горячего водоснабжения будут отключены жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от ТЭЦ-Восточное. Напомню, гидравлические испытания поэтапно проходят в разных районах Владивостока с 5 августа по 16 сентября. За это время энергетики смогут оценить качество ремонтных работ, проведенных летом. Но судя по тому, что многие дома остаются без горячей воды уже более месяца, ремонтные работы были проведены хуже, чем хотелось бы. Сотни иностранных рыболовных шхун в конце прошлой недели вновь укрылись у берегов Приморья от тайфуна Лин-Лин. Об этом сообщили в пограничном управлении ФСБ по Приморскому краю. Напомню, утром в субботу в заливах Ольга, Владимир и в морских акваториях береговых бухт в районе населенного пункта моряк-рыболов находилось около 500 зарубежных судов. Только в залив Ольги из-за непогоды зашли порядка 40 южнокорейских промысловиков и более 150 северокорейских шхун. Для контроля за обстановкой в эти районы были направлены дополнительные силы и средства, организовано взаимодействие с ведомствами. Как только погода наладилась, все иностранные суда покинули нашу территорию. Тем временем, очевидцы утверждают, что, пользуясь благовидным предлогом спасением от шторма, северокорейские рыбаки, несмотря на жесткий запрет траления в прибрежных водах, не стесняются использовать в наших заливах тралы, оставляя после себя пустынное дно. Какой должна быть школа будущего, выясняли на Восточном экономическом форуме, который проходил во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Модератором пленарного заседания выступил председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф. На сессии обсуждались вопросы персонализации обучения, возможности образовательных платформ и проблемы оценки знаний ученика. После «Сбербанк» подписал ряд соглашений о сотрудничестве с партнерами, которые привлекут в регион миллиарды инвестиций. Подробности у Катерины Матвеевой. Недостаточное качество школьного обучения, неравенство доступности образования между регионами и неэффективность действующей системы оценки знаний. В ходе пленарной сессии Восточного экономического форума эксперты обозначили главные проблемы школьного образования в России сегодня и способы их решения. Меня все время удивляет, что на Советском Союзе была прекрасная школа, при этом ужасная экономика и так далее, и так далее. Страна развалилась. Но если была такая прекрасная школа, что ж так было все остальное плохо? В наше время мерил достаточно. Так, более 50% населения убеждены, что сдать ЕГЭ и ГИА без репетитора невозможно. Это, без сомнения, признак низкого качества образования. При этом сегодня достаточно технологий для того, чтобы поднять систему обучения на новый уровень. Для этого нужно создавать образовательные платформы в виртуальном пространстве, и первый опыт уже есть. Во-первых, мы это будем делать в наших школах и наших классах, и у нас будет цифровая платформа, которая нам будет в этом помогать. Помогать, потому что она будет предлагать определенным образом выстроенное содержание образования, подстраивающиеся под персонализированные потребности ученика. Помогать учителю, потому что она будет предлагать лучшие решения изложения материала. Помогать управленцу, потому что она будет содержать диагностические инструменты. Но и самое главное, она будет создавать некоторое, в том числе и сообщество, которое работает вместе. Поэтому это инструмент к изменяющейся школе. Персонализированное обучение, цифровые технологии хороши тем, что позволяют уделять больше внимания отстающим ученикам. Ведь все дети в чем-то талантливы, но возможности у них разные. Информационные технологии дадут возможность сделать условия обучения одинаковыми для всех. И дать этот инструмент учителю, в первую очередь для того, чтобы он мог более гибко работать с детьми. Целью персонализации в школах является максимальное развитие образовательного и личностного потенциала каждого учащегося. Повышение эффективности учебного процесса для каждого ученика и для образовательного сообщества в целом. Главная задача платформы – снять с учителя гигантскую рутину. С тем, чтобы учителя нашего бедного высвободить для этой самой творческой работы. Потому что он сегодня 80% своего времени занят выполнением предписаний. Мы ему рассказали все, что нужно сделать, потом говорим, а теперь еще творчество давай. Ну извините меня, ну как? Цели персонализированной модели образования сопряжены с целями национального проекта образования. Разработка главного инструмента модели цифровой платформы выполняется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и реализуется совместными усилиями Сбербанка, Министерства просвещения Российской Федерации и Агентства стратегических инициатив. По завершению пленарной сессии Сбербанк подписал ряд соглашений с партнерами. Подписанием этого соглашения мы фиксируем свою готовность разрабатывать и внедрять для клиентов новые продукты. Наша задача – это вовремя выявить, удовлетворить потребность клиента с целью максимального его развития и успешности его профессиональной деятельности. В частности, Сбербанк подписал соглашение о сотрудничестве с торговым представительством Российской Федерации в Китае, с корпорацией развития Дальнего Востока, с Макдональдсом, с Тихоокеанской инвестиционной группой и другими партнерами. Подобные соглашения помогут развивать бизнес и производство на Дальнем Востоке, привлекать инвестиции и в конечном счете развивать регион. Катерина Матвеева, Денис Фадеев, Новости на Восьмом. Жители Владивостока, в том числе и находящиеся на службе, демонстрировали в эти дни альтруизм, взаимопонимание и взаимовыручку. Так, первый случай произошел на основной трассе города, проспекте Столетия. Водитель одной из машин, которые медленно двигались в плотном транспортном потоке, увидев сотрудников полиции, попросил о помощи. Он рассказал, что в салоне находится его 7-месячная дочь, у которой резко ухудшилось самочувствие вплоть до потери сознания. Инспекторы ДПС, старший лейтенант полиции Евгений Мельничук и лейтенант полиции Ариф Муратханов были на маршруте патрулирования. Услышав о том, что в машине находится ребенок, который потерял сознание, они приняли решение помочь быстрее доставить малышку в медучреждение. Подавая световые и звуковые сигналы, сотрудники полиции сопроводили машину, в которой находилась девочка, до клинической больницы. Врачи оказали ребенку помощь. Сейчас с Мальвиной все в порядке. Не успев лично поблагодарить сотрудников полиции, родители девочки решили обратиться к ним через социальные сети. Родители девочки отметили, что сотрудникам госавтоинспекции не нужны были подробности, они среагировали моментально. А в бухте стеклянное спасли тонущего человека. Мужчина не смог справиться с волнами и самостоятельно выбраться на берег. Попытки кинуть буйки или веревку с берега были тщетны. Мужчину уносило в море все дальше. К его счастью, один из отдыхающих не побоялся стихии, кинулся в море и вытащил утопающего. Видео спасения опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, как молодой человек с трудом вытаскивает из воды мужчину, а сверху их накрывает волной. Поступок молодого человека вызвал шквал аплодисментов от многочисленных наблюдателей, снимающих момент спасения на камеры телефонов. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Самый большой круизный лайнер за всю историю пришвартовался у мор-вокзала Владивостока. Японская авиакомпания Japan Airlines начнет летать в дальневосточную столицу. Арт-парк Штыковские пруды устроил двойной праздник спорта. Партнер выпуска новостей – натуральные снеки Эст Бали Кешью. В сердце тропического острова Бали мы производим для вас натуральные снеки – орехи кешью, гранолу и попкорн. Орешки кешью обладают непревзойденным качеством и свежестью. Обережно собранные тропические ингредиенты – кокосы, бананы, какао-бобы и морская соль – идеально дополняют нашу продукцию, которая не содержит глютен, консерванты и искусственные добавки. Спрашивайте «Ист Бали Кешьюс» во всех супермаркетах города. Сегодня с вами Юля Ракотская и мы продолжаем. Самый большой круизный лайнер за всю историю пришвартовался у мор вокзала Владивостока. Японская авиакомпания Japan Airlines начнет летать в дальневосточную столицу. Арт-парк «Штыковские пруды» устроил двойной праздник спорта. Самый большой круизный лайнер, который когда-либо заходил в порты России, пришвартовался у мор вокзала Владивостока. На борту Spectrum of the Seas почти 5000 туристов. Судно принадлежит компании Royal Caribbean. Лайнер доставил во Владивосток гостей из Китая и США. И около 20 российских пассажиров, круиз которых стартовал 6 сентября в Шанхае. Также около 200 пассажиров сядут на судно во Владивостоке и отправятся к берегам Японии. Я путешествую с родителями. Этот город очень романтичный. Он очень небольшой, но я думаю, жить здесь комфортно. Очень красивый город, очень красивый мост. У нас на борту около двух сотен русских гостей. Они жители Владивостока и прибыли сюда из Шанхая. Очень милые люди и прекрасные впечатления от захода во Владивосток. Заход стал возможным благодаря проведению дно углубительных работ у причалов морского вокзала. Лайнер может разместить до 5000 пассажиров и более 1500 членов команды. Длина судна 347 метров, ширина 41 метр, водоизмещение почти 169 тысяч тонн. На борту помимо шикарных кают, бассейнов, ресторанов и прочего, есть стеклянная капсула, которая обеспечивает гостям панорамный вид на высоте 90 метров над океаном. Симулятор скайдайвинга, аэротруба и симулятор серфинга. На время пребывания во Владивостоке туристы Spectrum of the SIS познакомились с достопримечательностями города, историческим центром, посетили музеи, а некоторых ждет воеждь по Транссибу. Японская авиакомпания Japan Airlines весной 2020 года начнет выполнять прямые регулярные полеты из Токио во Владивосток. Ранее японские авиаперевозчики на этом направлении не присутствовали. Возможности увеличения туристического потока в наш край обсудили на полях Восточного экономического форума. В рамках летнего расписания международного аэропорта Владивосток компания будет выполнять ежедневные полеты в Токио на Boeing 737 вместимостью около 150 человек. Сейчас рейсы осуществляют российские авиакомпании S7 и Aurora. Отмечу ранее, японская авиакомпания All Nippon Airways объявила о начале полетов по маршруту Токио-Владивосток также с 2020 года. Деловая программа Восточного экономического форума завершилась, но культурные мероприятия в рамках форума продолжаются. В эти выходные на набережной Цесаревича прошел фестиваль «Рисуй как Боттичели». Праздник приурочен к экспозиции в Приморье картины «Мадонна де ла Лоджия» – кисти знаменитого итальянца. На площадке фестиваля была воссоздана атмосфера эпохи Возрождения. Гостей ждала стилизованная музыка, арт-шоу от приморских художников, тематические развлечения и флешмоб. А 8 сентября выставка оригинала полотна «Мадонна де ла Лоджия» открылась в Приморской картинной галереи. Подробности у Дмитрия Беломестного. Картина выдающегося итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичели «Мадонна де ла Лоджия» из собраний галерея у Фиции впервые представлена в России и именно во Владивостоке. Одними из первых, кто смог взглянуть на шедевр, созданный в 15 веке, стали гости и участники Пятого Восточного экономического форума. Выставка стала возможной благодаря Приморской картинной галереи, поддержки ПАО «Сбербанк» и проходит под патронатом и при поддержке посольства Италии в Москве. В некоторых случаях один раз увидеть, лучше, чем сто раз услышать. Впервые такой опыт показывает, что это стоит того. Над проектом, который включал в себя переговоры, обсуждение деталей, корректировки и многое другое, работали полтора года. Переписка велась ежедневно, но в итоге все соглашения были достигнуты. И картина привезена в столицу Дальнего Востока. Для регионального музея это первый проект такого уровня. Отметим, еще никогда ни один из региональных музеев не делал выставку с галереями Уфицы. Это совершенно уникальный проект. Италия никогда так далеко не отправляла свои шедевры. Мы надеемся, что это начало большого и взаимного пути, который принесет много радости и новых впечатлений от общения с подлинными шедеврами. В эти выходные всех жителей Приморской столицы ждал праздник искусства «Рисуй как Боттичелли». Именитые художники Дальнего Востока создавали авторские образы Мадонны. Кристина решила показать, как выглядела бы героиня Боттичелли в наше время. У меня получилась своя Мадонна. Я ее сделала в современном стиле, где сочетается реализм и декоративность. Гости праздника могли не только понаблюдать за тем, как пишутся полотна, но и попробовать свои силы на мастер-классе по живописи. Здесь не важны возраст и умение рисовать. Главное – желание. Состоит задача в том, чтобы можно похулиганить, то есть именно творчески подойти к этой работе, как хочешь. То есть ты саживаешь модель за стеклом, и прямо как будто на лице у своей модели ты изображаешь что угодно. Почувствовать настоящую Флоренцию в Тихоокеанской России помогали артисты Приморской сцены Мариинского театра. До этого момента многие только мечтали посетить галереи Уфицы. Сейчас же у приморцев появился шанс взглянуть на шедевр великого живописца. Мы рады, что такая картина теперь есть у нас в городе, и мы можем пойти посмотреть. Небывалое, конечно, событие. Ну и радость, конечно же, по этому поводу, потому что приятно, что город развивается, и мировые шедевры приезжают теперь к нам в гости уже не первый год. Вообще это очень, знаете, интересно прикоснуться к чему-то такому древнему, великому, потому что это вечное. Сбербанк сделал искусство ближе. На выставке Боттичелли «Мастер универсального шедевра» все желающие смогут прикоснуться к шедевру итальянского мастера, потрогав тактильную копию. Посетители экспозиции могут в буквальном смысле прикоснуться к великому искусству. По инициативе Сбербанка наш партнер постоянный, студия Бильбао, создала тактильную копию картины по инновационной технологии объемной многослойной печати. Мы считаем, что искусство должно быть доступно для всех, в том числе для слабовидящих людей, и эта часть проекта для нас очень важна. Одним из центральных событий фестиваля «Рисуй как Боттичелли» стал флешмоб, но для этого все собравшиеся разукрашивали специальные пазлы, которые после собрали в единое изображение Мадонны. Выставка одного шедевра «Боттичелли. Мастер универсального шедевра» пройдет в Приморской картиной галереи до 6 ноября. После картина продолжит путешествие по России и отправится в северную столицу, в Эрмитаж. Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Министр окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов побывал в офисе учреждения «Земля леопарда», где познакомился с работой национального парка. Он прибыл во Владивосток в рамках Восточного экономического форума, а также для обмена опытом и будущего инвестирования в восстановление популяции кречетов. Работу по этому направлению планируется начать на Камчатке. Также гость проявил интерес и к работе по сохранению и других представителей животного мира Дальнего Востока. Он посетил и Центр реабилитации тигров в поселке Алексеевка. Участники встречи отметили, что популяция дальневосточного леопарда за последние годы выросла в три раза, но для успешного будущего необходимо обновление крови, увеличение генетического разнообразия. Кроме того, министр навестил спасенного после ранений дальневосточного леопарда Лео-131М. В завершении визита гость познакомился с вольерным комплексом, где за несколько лет реабилитацию прошли десятки животных. Центр современного искусства «Заря» представил новое поколение дальневосточных художников на седьмой международной ярмарке современного искусства «Космоску». В этом году Центр объявлен «Космоску» институцией года. Одно из важных направлений работы ЦСС «Заря» во Владивостоке – поддерживать художественное сообщество. По словам организаторов, географическая оторванность от центров и другие факторы замедляют развитие сцены как в Приморье, так и везде. Однако медленный рост и своеобразное становление рождают интересные формы. Участниками спецпроекта стали художники новой генерации из Владивостока. Арт-группа «Дальневосточные разлучницы» – Алексей Круткин, Кирилл Крючков и Андрей Дмитренко. Штыковские пруды приняли двойной праздник спорта. На площадках семейного арт-парка прошли ежегодные детские соревнования, дикие гонки, а также целый спортивный фестиваль. Программа мероприятий растянулась на весь выходной день и привлекла более тысячи участников. Подробности у Максима Яковлева. На старт этого дождливого забега выходят только дикари. Именно так называют участников ежегодных «диких гонок», которые проходят в арт-парке «Штыковские пруды». В этот раз и без того тяжелое испытание накрыл дождь. Но это только раззадорило юных бегунов, которые, как настоящие герои, преодолевали полосу препятствий. Ну а родители по традиции умилялись, снимали на видео и поддерживали своих спортсменов. У нас случился дождь. Я считаю, что это дополнительное препятствие для дикарей. Те, кто сильны духом, они не побоялись этого дождя. Приехали, поучаствовали, преодолели все препятствия. Они большие молодцы. Тем более, если учитывать их возраст. Это от 3 до 12 лет. В этом году, несмотря на погоду, в гонке приняли участие порядка тысячи человек. Им предстояло преодолеть целый километр трассы в довольно экстремальных условиях. Но маленьких дикарей ничто не пугало. Грязные, уставшие, а порой и с ботинками в руках. Они прибегали к финишу и получали свою заслуженную медаль. Впечатлений хоть отбавляй. У нас есть активистка в классе. Она узнала, все нам рассказала. Мы записались, рассмотрим, наблюдаем. Интересно. Некоторые моменты были очень сложные. Какие? Ну там надо было на трактор зарядить, там много кто поскользнулся. Еще по сетке нам было. Был самый сложный еще спуск, когда вниз по грязи дало было и не упасть. То есть грязь это самое сложное? Да. Еще вон там вот этот спуск очень сложный, потому что там очень скользко. Понятно. Как вам само мероприятие? Круто? Да, очень скользко. Дикие гонки стали частью двойного праздника спорта. В этот же день различные уголки арт-парка «Штыковские пруды» принимали Дальневосточный спортивный фестиваль. В его программе активности на любой вкус. Можно было потягать гири, проверить свои силы в армрестлинге, увидеть творческие номера, а также посмотреть зрелищные выступления представителей айкидо, чирлидинга, самбо и многих других дисциплин. Начать заниматься айкидо можно в любом возрасте, даже не имея никакого опыта занятий спортом. В целом на площадках арт-парка «Штыковские пруды» скучать было некогда. Дети и родители смогли даже в непогоду провести выходной день с интересом и пользой. Ну а главное, каждый посетитель по итогу получил заряд бодрости и мотивации на занятия спортом. Максим Яковлев, Сергей Тулатиев. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Самый большой круизный лайнер за всю историю зашел в порт Владивосток. На борту спектрумов «The Seas» почти 5000 туристов. Школу будущего, которая может появиться во Владивостоке, обсудили на Восточном экономическом форуме. Модератором заседания выступил председатель правления Сбербанка Герман Греф. «Рисуй как Ботичели» на набережной Цесаревича прошел фестиваль, приуроченный к экспозиции в Приморье картины «Мадонна де ла Лоджиа». Бюджетники госучреждений в Приморье станут получать больше с Нового года. Японская авиакомпания начнет полеты из Токио в дальневосточную столицу уже весной будущего года. Праздник спорта в арт-парке «Штыковские пруды» устроили дикие гонки, а также целый спортивный фестиваль. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-8812. Звоните уже завтра, вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Судя по долгосрочному прогнозу, жители Владивостока впереди ждут теплые и солнечные сентябрьские дни. Самое время наверстать упущенное за август и насладиться не только комфортной погодой, но и побаловать себя встречами с экзотикой. Так в Приморском сафари-парке можно получить эстетическое удовольствие, наблюдая за представителями кошачьих, причем не простых, а достаточно редких. Насервала, который просто излучает безмятежность и без сомнения наслаждается жизнью, смотрим вместе и пытаемся повторить без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом.